Я напомню, Беларусь с первых же дней полномасштабного вторжения, а сегодня 900-й день, поддерживала Россию, всегда поддерживала в этом вопросе, хотя бы вроде бы и для кого-то кажется, что не принимала посредственного участия, но все же с первых же дней с территории Беларуси именно российские войска зашли в Украину, кроме того, в Беларуси размещались российские войска, часть из них остается там. Но сегодня вот есть новые события, которые хотелось бы обсудить, что же там себе нафантазировал Лукашенко. Иван Варченко, эксперт по вопросам национальной безопасности военнослужащих вооруженных сил Украины, с нами на связи. Иван, приветствую вас. Добрый день, слава Украине. Героям слава, и действительно это так, да, и есть определенные события ныне происходят, хотелось бы о них поговорить, но я для себя специально мониторинг провела определенный, что происходило в течение июля, да, у нас сегодня середина августа фактически. В течение июля в Беларусь залетали по меньшей мере 9 российских дронов Камикадзе, которыми Российская Федерация, в свою очередь, атаковала именно Украину. Об этом утверждает мониторинговая группа белорусских ГАЮН, поэтому на самом деле тут уже другой вопрос, что за дроны и так далее, Лукашенко может говорить абсолютно много всего и так далее. Но, по вашему мнению, вот та информация, которая сегодня уже подтверждается, о том, что Беларусь начала переброску техники, границы с Украиной, что идут танки и так далее. Сейчас я смотрю, есть уже реакция спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко. Он сказал, что ситуация на границе с Беларусью контролируема, передвижение техники не фиксируется. Вот такая вот история. Погранслужба Украины следит за ситуацией, будет своевременно реагировать на изменения. Об этом также будем говорить и следить, но все же, если все-таки переброска техники происходит, вот это заявление о Лукашенко, насколько оно случайно, не случайно по поводу якобы украинского дрона. Как вы связываете все эти события? Для чего это все сейчас? Мы уже давно забыли, что Лукашенко это лидер страны со своей независимостью, со своей государственностью. И мы понимаем, что Лукашенко это послужный исполнитель сейчас воли Путина, марионетка практически в руках, марионетка с какими-то возможностями в руках кремлевского диктатора. Поэтому мы исходим исключительно из этого постулата, что он будет действовать, спасая себя, стараясь спасать себя, но все равно действовать каким-то образом, стараясь угодить Путину. Насколько готов Лукашенко угождать своему патрону, конечно же, он тоже измеряет то, насколько его любовь к Путину позволит ему удержаться во власти, во-первых, а во-вторых, остаться живым и здоровым. И, конечно же, этим объясняется вся та политика Беларуси, политика нестабильная, политика, которую нельзя назвать самостоятельной политикой государства на протяжении двух с половиной лет войны. Мы понимаем, что Беларусь дала свою территорию для атаки на Украину. Мы понимаем, что Лукашенко в заявлениях, в очень и очень громких, постоянно демонстрирует свою поддержку России. И мы также понимаем, что он не дает той поддержки, на которую от него рассчитывает Путин. Да, они дали свои аэродромы для того, чтобы с них осуществлялась агрессия в сторону Украины. Да, они дали свою территорию для того, чтобы с этой территории удобно было российским захватчикам и оккупантам заходить на территорию Украины. Да, они отдали часть своей техники и вооружений для того, чтобы Россия воевала против Украины. Но вместе с тем Лукашенко воздерживается от того, чтобы дать прямой приказ своим войскам поддержать путинских захватчиков и лично принять участие в украинско-российской войне. Почему воздерживается? Потому что понимает, что этот приказ может быть последним, что он скажет в своей жизни. Поскольку для белорусов, в отличие от россиян, украинцы не являются нацией, которую следует ненавидеть. Потому что, несмотря на многие годы как раз пропаганды, в том числе пророссийской пропаганды, белорусы довольно скептически относятся к этой пропаганде. И мы видим в исследованиях, которые были до войны, и сейчас понимаем, что они навряд ли сильно изменились, что они в большей мере позитивно относятся к украинцам. В отличие от россиян, которые более чем на 90% ненавидели украинцев перед началом масштабного отражения. Там у Путина была зеленая улица, практически от российского населения. Здесь у Лукашенко такой зеленой улицы нет, тем более он помнит очень болючие для него удары, которые он понес в 2020 году. Когда он нелегитимно захватил власть в свои руки вопреки выборам, результатам выборов. Поэтому и сейчас Лукашенко, скорее всего, готов на очень радикальные, очень демонстративные маневры. Но вместе с тем он бы на горячем боевом коне и впереди всех войск бы скакал, если бы Россия имела успех. В этой ситуации он бы был впереди всей планеты. Он бы хотел поддержать Россию и поддержал бы без озрения совести победителя, абсолютно надеясь, что Россия в свою очередь поддержит его. В сегодняшней ситуации, когда для него очевидно, что Россия точно не выглядит победителем, когда для него очевидно, что у России большие проблемы и не стали еще большими, он готов будет, конечно же, к серьезным маневрам на Словесном фронте, к серьезным маневрам, в том числе войсками на территории Беларуси. Но я надеюсь, что рациональное мышление, если мы будем говорить о рациональном мышлении, у него оно присутствует. Он будет именно для собственного спасения, для обеспечения какого-то шанса на собственное будущее. Воздержит его от тех шагов, которые очень быстро приведут к его краху и концу. То есть он не даст приказ о том, чтобы атаковать украинцев. Вместе с тем украинцы, конечно же, понимают, что кроме рационального мышления, которое время от времени присуще у Лукашенко, у него могут быть эмоциональные решения, самоубийственные. И, конечно же, мы понимаем, что на фланге у нас есть недружественное, вражеское государство, к Украине именно государство, Беларусь называемая, с которой возможен фланговый удар при определенных обстоятельствах. Создадутся ли такие обстоятельства? Создаются ли они сейчас, когда Россия находится еще в более тяжелом положении, чем 2-3 недели назад? Нет, они не создаются. Рационально они не создаются. Поэтому, думаю, что у Лукашенко будут аргументы для того, чтобы воздержаться от отдачи этого приказа. Ну и плюс ко всему, и крайнее, что я хочу в этом сказать, ему не следует забывать, что украинско-российская граница просилается на 1100 километров по югу Беларуси. И украинские войска, конечно же, понимают, что если Лукашенко готов будет ударить спину украинским воинам или во фланг украинским воинам, то, соответственно, эта граница станет линией фронта. На сегодняшний день это граница между государствами. Она может стать линией фронта. И поэтому навряд ли это нужно Лукашенко. И точно это не нужно белорусам. Поэтому, я думаю, они тоже будут быстрыми темпами разбираться со своим диктатором. Значительно более быстрыми, чем на это способна Россия. Иван Григорьевич, еще очень коротко. У нас немного времени абсолютно. А нужна ли все-таки Путину белорусская армия? Она небольшая, но все-таки несколько подготовленных бригад есть. И, возможно, Путину бы очень хотелось прямо сейчас использовать своих целей. Вот как здесь видите? Нужна ли Путину белорусская армия даже в том составе, в котором она есть сейчас? Может быть нужна. Он пытается за последнюю соломинку. Готова ли этой соломинкой стать Беларусь вместе со своим будущим, государственностью? На сегодняшний день у Беларуси, нужно понимать, у каждого белоруса нет той ноши тяжелой, которая есть уже на каждом россиянине, в том числе на том, кто родился буквально сегодня утром. Это ноша ответственности за то, что делает режим Путина. Они будут отвечать в поколениях, в том числе деньгами, в том числе материально. И, конечно же, будут отвечать, им стыдно будет говорить, что они россияне. Мы понимаем, что это конец российской нации как таковой может быть сейчас после этой войны. Когда они будут стесняться сказать, что я русский. То, что они сейчас вопят по телевизору. Беларусов нет этого выбора сейчас, на данный исторический момент нет. Но они очень быстро могут снять, Лукашенко, а точнее для беларусов, может снять этот предохранитель. И тогда каждый белорус окажется захватчиком, оккупантом. И вынужден будет нести все время ответственности, которое она сейчас, а разделить с россиянами, Которое она сейчас лежит исключительно на Путине и российском населении. Поэтому думаю, что это будет в свою очередь сдерживать сейчас более радикальные шаги со стороны беларусов. Всегда вас рады видеть. Обязательно увидимся. Я нашим зрителям напомню, что Иван Варченко, эксперт по вопросам национальной безопасности, военнослужащий вооруженных сил Украины, был с нами на связи. Дорогие друзья, после небольшой паузы я продолжу наш эфирный информационный марафон на телеканале Freedom.